Мы пришли в небольшой ресторанчик придорожный, тут барбекю, будем кушать. Все выглядит очень вкусненько, простенько и вкусненько. Около ресторанчика вышли посидеть на солнышке пару минут. Я даже не помню, чья это идея была, моя или мамина, но мама предложила, ну, короче, каким-то образом, не помню, кто это, как, но оплачивала, понятно, что мама, весь этот процесс. Мы подали заявку, чтобы поехать по программе в Open Travel в Америку, вот, и получилось так, что подали заявку, оформили там документы, заплатили и стали ждать. Это был 2003 год. Ответа толку не приходило, почему-то, и там есть окно. Самое раннее, что тебе могут дать визу, и самое позднее. Это, кстати, был, по-моему, последний, если не ошибаюсь, последний год, когда не надо было в Москву ехать на собеседование. Мы отправляли документы через организацию, которая нам помогала все это сделать, и все это делать по почте. И, в общем, есть окно, самое раннее, самое почное, когда тебе могут дать визу. И вот, что интересно, мне, получается, дали визу в предпоследний день, когда эти визы давали. Именно по этой программе. Я не помню, как она там работает, но, в общем, вот, какое-то там число было очень-очень позднее. То есть, если, ну, вот, дали мне визу, позвонили мне на работу, по-моему, мама позвонила, сказала, что ей позвонили, ну, типа, что мы вам дали визу, готовьтесь. А, и самое главное, что, короче, вылет через три дня. И мы, я сразу в тот же день отпросился с работы, ну, сказал, что так и так, ребят, я проходил и уезжаю. Ну, вот, и, говорю, возвращаться, ну, как бы, не буду, соответственно, а, и возвращаться на работу не буду, то есть, увольняюсь. Потом там какие-то, ну, там, что-то еще бегали, мы там оформляли, не знаю, что мы еще там делали. Вот, пару дней, ну, наверное, с работы оформлял документы, чтобы уволиться или еще что-то. С друзьями там попрощался, и получилось так, что, ну, буквально через несколько дней я уехал в Америку. Вот. Причем, когда мы с Таней, Таня меня пошла провожать, все, там, родители, ну, ее тоже провожали. И самое интересное, что вот наши отношения были такие, ну, какие-то на взводе, то есть, непонятные на тот момент, что было даже непонятно, будем мы продолжать общаться или нет, ну, то есть, будем мы вместе или нет, то есть, я вот уезжаю. И, ну, у меня уже был план, что, как бы, оставаться в Америке, потому что у меня было какое-то вот желание такое всегда уехать в Америку. Ну, вот, и вот уехал. Так вот, незаметно за разговором проехали в Спартанбург. Едем в сторону Шарлотта. В Америку я летел, получается, из Москвы. Я абсолютно не знал английского языка. Вообще, как бы, у меня уже был, я знал, куда я лечу, в принципе, потому что у меня, как бы, седьмая вода на киселе, но были какие-то родственники в Америке. Вот, я о них никогда не знал, никогда не слышал. Это родственники такие, у моей мамы есть родной брат, у родного брата есть жена. Они, у этой жены есть сестры, и одна из сестер живет в Америке. Вот, то есть, я их никогда не видел. Это уже, ну, то есть, чтобы вы понимали, люди пожилые, там, за 60 лет. Вот, но, тем не менее, то есть, вот, какие-то родственники, они жили, живут в Джексонвилле, во Флориде. И вот, я лечу по этой программе Work and Travel, у меня контракт, вообще, быть посудомойщиком где-то в Мэйне. Вот, но мысль такая, что мы, вроде как, что я прилетаю в Нью-Йорк, разворачиваюсь, вместо того, чтобы лететь в Мэйн, я разворачиваюсь, лечу в Джексонвиллу, во Флориду. Вот, а как-то там, вот, родители связались с теми, кто в Америке здесь, эти родственники. Ну, и договорились, что те, вроде как, купят билет мне до Флориды. Вот, ну, хорошо, у меня в кармане 300 долларов дали мне в дорогу на первое время. Вот, и, в общем, прилетаю я в Нью-Йорк. Я ничего не понимаю, это, я вообще первый раз летал на самолете. Вот, там огромнейший аэропорт, я не говорю по-английски. В общем, стресса просто куча. А еще я летел через, кстати, летел я через Лондон, и в Лондоне у меня была пересадка сутки, какой-то там такой не очень удачный рейс. Ну, я думаю, просто из-за того, чтобы дешевле было. И я в Лондоне нам дали визу, чтобы можно было выйти в город, потому что у нас такая долгая пересадка. И вы знаете, очень классно. Я реально погулял по Лондону, но опять было тяжело напряжено, что ты не знаешь английского. Общались просто на пальцах, как мы деньги меняли на фунты стерлинги в то время, по-моему, если я не ошибаюсь, из долларов. В общем, ну, увидел я Big Ben в Англии, в Лондоне, увидел там еще какие-то достопримечательности, купил билет на автобус двухэтажный, экскурсионный. И там можно по нему, на нем по всему городу ездить. Ну, здорово. Единственное, что время было мало, и поэтому я не стал спать. Мне было жалко времени. Я, честно сказать, ну, уже погулял, все там нормально. Но так хотелось уже спать, так вымотался, и потом там в самолете поспал, понятное дело. Вот когда приехал в Нью-Йорк, ну, честно сказать, был вымотанный прямо сильно. Ну, ладно, надо искать свой самолет Дайджексон-Вилла. Каким-то образом я там его нашел. Мне помогли кто-то там русскоговорящий, как-то там нашелся. И, в общем, ну, подсказали мне, помогли. И я, короче, попадаю на самолет. Летим на самолете. Я там, ну, проводнику типа говорю Джексон-Вилл. Он там кивает Джексон-Вилл. Все, ну, окей, классно. Летим мы, летим, летим. И что-то как-то не сильно долго мы летим, и мы садимся. Садимся. Я, короче, такое говорю, спрашиваю Джексон-Вилл. Мне говорят, мне что-то говорят. Я, ну, поскольку слов много, непонятно, я только лезвы мне кинули. Да, да, нет, нет. Мне говорят, я опять Джексон-Вилл. Ну, и спрашиваю, типа, типа, Джексон-Вилл, мы прилетели. Мне опять что-то говорят. А я, ну, пытаюсь спросить, не понимаю. Говорю Джексон-Вилл третий раз. Они уже понимают, что мне слова лишние говорить не надо. И говорят, нет. Вот, нет, и качают головой. Ну, ноу, говорят, и качают головой. То есть я понимаю, что нет. Ну, я такой, а, окей. Типа, ну, и не выхожу. Потому что мне что-то в Джексон-Вилл. И этот самолет летит в Джексон-Вилл. Эта тетка, короче, думает, вот на что ты мне попался на мою голову. В общем, она мне опять знаками показывает. Типа, выходи, выходи. Я ей так, не, не, говорю, Джексон-Вилл. А она такая, yes, yes, говорит, Джексон-Вилл, выходи, выходи. Я, короче, не пойму. Ну, то ли Джексон-Вилл, то ли не Джексон-Вилл. Ну, вышел. Вышел, там, ну, уже внутри опять стоит там другая женщина. Я ее опять спрашиваю, Джексон-Вилл? А она мне тоже что-то объясняет, объясняет. И, короче, я тупо понять не могу. А они мне объяснить не могут. Я, короче, в шоке. Я говорю, не, 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 разворачиваюсь, рвусь в этот самолет обратно. Они меня не пускают. Я стою, думаю, ну, что мне делать. И она мне потом показывает на экране. И там написано, типа, какой-то там город, не помню уж какой, типа, Джексон-Вилл. Оказывается, она мне показывает, типа, Чикаго, Джексон-Вилл. Короче, каким-то образом. Это у меня был рейс с пересадкой через Чикаго. Так, причем, представляете, вот Нью-Йорк вот здесь, Джексон-Вилл внизу. А Чикаго вообще вот здесь. И, то есть, она получается вот такой вот крюк. О, ну, в Америке, как бы, это обычное дело. Ну, я-то тогда вообще об этом совершенно ничего не знал. То есть, для меня это вообще был просто полный шок. И показывает мне, типа, Чикаго, Джексон-Вилл. Ну, и показывает время посадки. И я смотрю на время, ага, время там, ну, не помню, через сколько, по-моему, через полтора часа или что-то такое через час. И, вот честно, что интересно, что мне повезло. Каким-то образом получилось, что этот самолет на этом же, на этом же гейте был. То есть, мне не надо никуда вообще было переходить. Все в одном и том же месте. Потому что, если мне надо было в другое место идти, во-первых, они бы мне это не объяснили. Ну, им бы пришлось кого-то искать. Ну, короче, у меня бы, наверное, был бы сердечный удар. Ну, ладно. С горем пополам я пережил. Это просто было ужасно стрессово. Подождал я там полтора часа. Боялся уснуть, самое главное. Потому что я, не выспавшись конкретно, думаю, сейчас еще усну, еще и просплю. Это же будет вообще номер. Ну, в общем, потом все нормально. Посадили меня на рейс. И самое интересное, на этом рейсе летели девчонки русские. Я, ну, слышу, они там сидят, переговариваются. А я такой, ну, как бы, все это тяжело. Ну, и тут на своем, на русском языке разговаривают. Я к этим девчонкам. Девчонки, привет. Типа, вы русские. Они на меня смотрят, как на дурачка. Типа, ну, типа, что тебе надо? Это, как здорово. Я тоже русский. Я тоже по-русски разговариваю. А они явно в Америке давно живут. И они от меня, ну, вид такой, как будто сейчас шарахаться начнут. А я им говорю, привет, вы тоже в Жексонире летите. Как здорово, там, давайте, там, общаться, то-то-то. Ну, короче, общаться у меня с ними не получилось. Разговаривать они со мной не захотели. Смотрели на меня, как на дурачка. В общем, так было. Я так, ну, я так удивился. Думаю, надо же, что такое, что это они такие неразговорчивые. А потом, ну, вообще заметил, то есть, русские, которые живут давно в Америке, не очень любят общаться с русскими, которые едут только-только. Ну, как-то оно так. Я даже не знаю, почему, с чем это связано. Ну, так. В общем, вот, ребят, моя вот первая реакция была вот такая. То есть, я с этим встретился и увидел. Прям, мне даже немножко как-то не по себе было. Типа, какие-то странные они. Вот. Ну, и, в общем, долетели мы до Джексон-Вилла. Схожу я в Джексон-Вилле в аэропорту. И меня там встречают. То есть, ну, хорошо, что получилось, что кто-то там все это устроил, что меня встретили. Встречает меня парень. Примерно моего возраста. На год там старший, по-моему. И едем мы, короче, к нему домой. Ну, к его семье домой. То есть, меня там устроили, чтобы я жил там еще у каких-то знакомых. Вот. И мы едем по городу. И вот мое первое впечатление, я его спрашиваю. Слушай, а когда же мы в город-то въедем? Мы уже едем полчаса, наверное. Он говорит, что ты имеешь в виду? Я говорю, ну, едем за городом, то есть лес. То есть, вот если вы посмотрите, да? Видите, вот и справа, и слева лес. И там вот так же мы едем по трассе, по интерстейт. И там, ну, лес со всех сторон. Он говорит, так это мы в городе едем. И я никак это понять не мог. Как это мы можем ехать в городе, когда, ну, особо домов не видно, ничего не видно. А в Нижнем Новгороде, ну, чтобы вы понимали, он, ну, город-миллионник. То есть, там полтора миллиона населения. Мы жили в девятиэтажном доме. Ну, то есть, там мало деревьев, скажем так. Вот, а тут мы едем по городу, и куча деревьев, куча, куча зелени. И домов-то особо не видно. То есть, ну, многоэтажек мы видели только вот потом, когда уже донтаун там проехали. Ну, вот единственное место, где были наэтажке, а в остальном Америка действительно одноэтажная. Вот. Ну, и, короче, это был вот первый культурный шок. Ну, вот это, ребят, мои первые впечатления от того, как я переехал в Америку. Продолжение будет в следующем, в следующем видео.